МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа специалисты будущего. Петербург продолжает активно застраиваться. На карте города появляются новые районы и кварталы, прокладываются новые трассы, дороги, сооружаются мосты. Сегодня мы узнаем много нового о профессии строителя домов, зданий, железных дорог и путей сообщения. Мост через Керченский пролив уже называют стройкой века. На его возведении задействовано 3,5 тысячи инженеров и рабочих из десятков российских регионов. Свой вклад в проектирование и строительство вносят выпускники Петербургского государственного университета путей сообщения. В рамках практики в масштабном строительном проекте принимают участие и петербургские студенты. Мы были на строительстве 42-километровой развязки на подходах к Керченскому мосту. Запомнились, конечно, очень масштабы строительства, потому что когда ты видишь чертеж масштабированный, ты понимаешь, что вроде ничего особенного. Когда приезжаешь на стройку, видишь все это своими глазами, видишь темпы, какими быстрыми темпами происходит строительство, это очень поражает. Здесь обучают будущих строителей автомобильных и железных дорог. Они нужны в разных уголках страны. В первую очередь на строительстве восточного полигона и подходных путей к портам Азова-Черноморского бассейна. Развитие транспортной инфраструктуры Северо-Запада также не обойдется без выпускников университета. Сегодня ведется достаточно большой комплекс работ, связанных, например, с реконструкцией трассы Скандинавия, которая входит в федеральную целевую программу развития сети автомобильных дорог. Там нужны специалисты. Поэтому, конечно, наблюдая, проезжая по этой автомобильной дороге, родители, выпускники, абитуриенты будущие, конечно, обращают на это внимание. И это привлекает их для получения этой профессии. В Петербурге на одну тысячу жителей приходится более 300 автомобилей. Необходимо строить новые дороги. Специалистов, которые будут прокладывать трассы будущего, готовят в Академии управления городской средой, градостроительства и печати. В обучении сделан акцент на точные науки и специальные предметы, такие как техническая механика. В практике также уделяется большое внимание. На практике они уже работали все в дорожных строительных конторах, в строительных организациях. И отзывы самые благоприятные. Они даже зарабатывали уже какие-то деньги за свою работу, что тоже радостно. Несмотря на то, что здесь готовят специалистов среднего звена, техников дорожного строительства, выпускники Академии могут занимать должности от прораба до управляющего. Образование позволяет быстро адаптироваться и работать над проектами различного уровня. Можно будет строить дороги, стакады, мосты и все прочее, и создавать того, чего еще в принципе не было. Придумать что-то новое и вводить какие-то новые технологии строительства. В архитектурно-строительном университете идет лабораторная работа по испытаниям строительных конструкций. Студенты занимаются на современном компьютеризированном оборудовании, обучают будущих городостроителей полному циклу производства от расчетов и проектирования до организации строительных работ. Вы найдете себя здесь в любой специальности инженерной сети, конструкции, все, что вы хотите. Даже если у вас не получается рисование или архитектура, вы можете пойти на конструкции, вы можете заняться расчетами. Это очень интересно, это очень актуально. Архитектурно-строительный университет – старейшее в России высшее учебное заведение по подготовке инженеров, архитекторов и строителей. В его выпускниках сегодня заинтересованы проектные и строительные компании, архитектурные мастерские. Здесь обучают зодчих, которым предстоит возводить города будущего. Чтобы более детально разобраться в вопросах, связанных со строительством, мы пригласили в нашу студию гостей весьма сведущих и осведомленных в этом вопросе. Конечно же, нет нужды объяснять, как важно для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург, строительство. Людмила Сергеевна, в чем особенности строительного профиля вашего вуза? Вы же занимаетесь строительством, вернее, обучением в строительстве железных дорог, мостов, тоннелей. Словом, чему учат студентов в вашем вузе? У нас в университете сохранена специальность строительства железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. И одновременно с этим, несколько лет тому назад, когда практически все университеты России политехнические переходили на бакалавриат магистратуру, у нас открылось направление строительства, и мы готовим как бакалавров по направлению строительства, различные профили подготовки, и также имеется магистратура с различными своими программами. Вы знаете еще об одном направлении, хотел бы поговорить строительство, это строительство и эксплуатация городских путей сообщения. Дмитрий Аркадьевич, вот в чем особенности, что должен знать студент в этом направлении? Студент в этом направлении должен знать и геодезию, и строительные материалы, и дорожные машины, и технологию организации строительства. Это очень такая специальность, которая требует очень много компетенции, которую должен пройти студент во время своего обучения. Есть производственные практики, в ходе которых студент уже понимает, куда он пришел на какое предприятие. С ним тщательно оговаривается этот момент, куда он пойдет на какое предприятие. Компетенции же есть какие? Есть профессиональные компетенции, то есть технические, знания, умения, навыки, а есть так называемые soft skills, общие компетенции. И профессиональные компетенции дает ВУЗ, безусловно. А вот непосредственно общие компетенции, которые как раз и дают возможность человеку быть успешным в своей, в любой профессии, это уже частично личная как бы обязанность, и частично обязанность работодателя в том числе, который должен увидеть, а чего грамотному специалисту не хватает для того, чтобы быть успешным как сотрудник. Петербург в ближайшие годы продолжит менять свой облик в части инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов. К примеру, для университета ИТМО будет построен кампус с инновационными научными корпусами и бизнес-инкубаторами. Планируется строительство второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Впереди масштабные проекты, в которых смогут принять участие молодые строители. Северная столица продолжает застраиваться. В новых районах вырастают новые кварталы, появляются новые магистрали. Скоро над городом вознесется самое высокое здание Европы. Строительная индустрия развивается и ждет квалифицированных специалистов, способных работать в режиме многозадачности и учиться новому. Стройка – это такой процесс, где ты учишься постоянно. Нельзя сказать, что ты пришел, и ты все знаешь. Нет, каждый день что-то новое, каждый день что-то разное. Если ты остановился, ты никому не будешь нужным. Конечно, начальником сразу не станешь. Придется узнать профессию СОЗО, заполнить пробелы практических навыков. Только так можно вырасти в настоящего универсального специалиста. Но ничего невозможного нет. Сегодня молодые инженеры разрабатывают строительные чертежи и производят расчеты. Их работа лежит в основании каждого здания. Работа творческая, потому что архитекторы задают архитектурную форму здания, но она не всегда отвечает конструктивным требованиям. И инженер как раз-таки добавляет этой форме условия прочности, надежности, устойчивости конструкции. Качество многих дорог в Петербурге требует улучшения. Решать эту актуальную для города задачу предстоит и молодым специалистам. Но, по словам дорожников, основная проблема заключается в том, что у молодежи, приходящей в сферу строительства, не хватает практического опыта. Ситуация исправима, но необходимо желание обучаться и стремление к развитию. Я бы посоветовал ребятам, которые сейчас учатся на специальности, на строительных специальностях, пойти на линию и помахать немного лопатой. Да, это будет тяжело и непривычно, но вы поймете на своей шкуре, что вам объясняют преподаватели. Конечно, своими вопросами мы отвлекли молодых строителей от важной для города работы. Строительство набережной адмирала Макарова – один из важнейших инфраструктурных объектов. Магистраль позволит увести транзитные потоки с территории Васильевского острова и обеспечит круглогодичную связь Василия Островцев с Петроградским районом. Значительную часть работы на этом объекте выполняет техник-технолог строительной компании. Моя специфика заключается в том осуществлять контроль выполненных работ. Входной контроль материалов, качество этих материалов – это очень интересно. Новые улицы, проспекты, мосты, эстакады. Строятся дороги, развивается транспортная сеть. Город растет и преображается, и в этом есть частичка труда молодых специалистов. Мы только что посмотрели сюжет, рассказывающий о связи образования с производством. Конечно, мы немножко коснулись уже здесь этого вопроса, но все-таки какие условия для профессионального карьерного роста может предоставить компания будущий работодатель? Мы являемся компанией полного цикла, и у нас есть возможности широкие. То есть у нас есть непосредственные строительные площадки, у нас есть завод, который производит кирпич, у нас есть завод, который производит арматуру, у нас есть несколько офисов, у нас есть проектное бюро, у нас есть огромное количество небольших компаний в рамке группы компаний, которые занимаются очень узкими направлениями, это башенные краны, там, сваи, забивание сваи, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, на любой вкус. Дмитрий Аркадьевич, чем отличается, как вы думаете, современный строитель от своего предшественника, ну, допустим, 20-летней давности? Молодые специалисты, которые сейчас появляются, они, конечно, лучше разбираются в программном обеспечении. В современной технологии. Да, в современной технологии, в автоматизации, в строительном управлении, строительного производства. Здесь у них уже есть определенные навыки, которые они прошли в учебных заведениях. И когда они попадают в такие передовые холдинги, как, например, ЛСР, Ленспецуму, Ленавтодор и так далее, они уже успешно этим пользуются на практике. Сегодня в нашей студии присутствуют те самые специалисты будущего, перед которыми стоит выбор своего направления. Они подготовили вопросы. Ребята, пожалуйста, вы сейчас их сможете задать. Вот в условиях Санкт-Петербурга, в условиях геологических, климатических. Какие сложности могут возникнуть в различных отраслях? Именно строительство, может быть, и гражданского, и транспортного. Мы готовим специалистов по строительству тоннелей и метрополитенов. И все знают о том, что самое сложное в геологическом, гидрологическом плане является как раз наше питерское метро. Нева, тектонические разрывы, слабые грунты, грунты водонасыщенные, которые достаточно сложно проходить тоннельно. Поэтому у нас невероятная глубина нахождения вот этих тоннелей. У нас особые технологии по проходке. И само метро, как на стадии строительства, как и в дальнейшем эксплуатации, это базовая кафедра студентов, которые обучаются по специализации строительства мостов и транспортных тоннелей. Где работать и что возводить? Выбирать молодым специалистам сферы строительства. Строить дома, офисы, торговые центры или прокладывать новые скоростные магистрали и ветки железных дорог. Вы смотрели программу «Специалисты будущего». Стремитесь к знаниям, учитесь, работайте, делайте мир лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова